Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощникам скорбых ненимам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Есть такая замечательная книга у Юлии Вознесенской, называется «Юлия Анна». История девочек-сестер Юлии и Анны и их познания духовного мира. И эта книга очень ненавязчиво подводит нас к тому, что кроме мира, который мы видим, осязаем, обоняем, дай Бог всем доброго, здоровья. Есть мир невидимый, но от которого мы очень зависим, или благодаря которому мы сохранены от бесчисленного количества зла, которое готово ворваться в нашу жизнь, нашу жизнь перевернуть, потому что есть определенные злые силы, которые хотят всякому человеку погибели. И вот в невидимом мире идет определенная работа. У каждого человека есть ангел-хранитель, у каждого человека есть небесный покровитель. Два существа, ангел и святой человек, им вручена забота о каждом человеке. Недавно мы прославляли святителя Николая Чудотворца накануне этого праздника. Посещал одну из больниц, где лежат тяжело больные люди. И заходил в палату, и говорю, хочу вас поздравить с праздником, который будет завтра. Расскажите мне, какой завтра праздник? Вот человек, наверное, 50 обошли, абсолютное отсутствие каких-то эмоций на лице в связи с этим вопросом. Показываю иконочку, и говорю, кто это? Ну, трое из 50 как-то угадали. Я говорю, ну вот завтра память святителя Николая. Великий святой, которого иногда, ну по простоте даже ставили в святую Троицу. Ну что такое святая Троица? Христос, Богородица и Николай Угодник. Так вот некоторые в простомыслии понимали. Николай Чудотворец, один из самых великих, святых, когда-либо живших на земле, очень любимый русским народом и абсолютно забытый. Вот из 50 человек, ну трое узнали, но какие-то моменты из его жизни никто и не вспомнил. Ну, взрослые люди живут в православной стране, где не запрещено, где есть телеканалы, которые ежедневно говорят о вере. Ну вот нет, нет потребности. Немного какое-то оживление происходит, когда произносишь именно английский манер. Ну, Санта-Клаус. О, это вроде как попривычнее, но Дед Мороз — это вымышленный персонаж, святитель Николай, реальный, живой, который до сих пор трудится каждый день, помогая людям, особенно если его просят. И вот не менее такой же добрый, отзывчивый, милостивый, который ежедневно трудится в служении людям, бедным людям, несчастным людям, это святой память, которую мы совершаем сегодня. Святитель Спиридон Тремифунский. Он прибывает своими мощами на Корфу в Греции. И раз в год происходит обновление его облачения. И те тапочки, которые одеты на ноги святителя, их меняют. И каждый раз они оказываются стоптанными. Вот такое чудо, что одевают новые тапочки. Вроде как человек уже почил, но вот его свидетельство о неугомонности, о милостивости сердца, именно в этом, что он ходит и помогает людям. Чтобы узнать святого, нужно, конечно, начать ему молиться. И святителю Николаю, и святителю Спиридону обращаются к ним тогда, когда есть какие-то серьезные жизненные трудности с работой, с жильем, с обидой, обидчиками, с денежными вопросами. Но это хорошо, но это не главное. Все-таки главное — это вглядываться в их личностные черты. Потому что все, что выше перечислено, это лишь производное от внутреннего. Если человек, прежде всего, будет искать Царствие Божие и правды Его, то все остальное приложится. Потому что это закон, так Господь сказал. Если мы будем заботиться о своем сердце, о своей душе, и в ней воспитывать и милостивое сердце, и жертвенное, и внимательное к нуждам других людей, и решительное к добру, и стояние до предела, за правду, за истину, до ревности, иногда такой граничащий с жесткостью. Если человек ради истины готов на шаг, на труд, то остальное, житейское, оно прилагается, ну, как бы, как-то все включено. Но как этому научиться? Как этим свойствам души, как их освоить? Для этого нужно, ну, как минимум, прочитать жизнь святителя Спиридона, святителя Николая, великих святых. Мы ищем людей, на которых можно было бы равняться. Ну вот, реально великие подвижники, великие герои, герои духа, герои человеческих, социальных отношений. Потому что такие поступки, которые совершали эти святые, но их редко кто способен совершить из человеческого рода. Вглядеться в их жизнь и, конечно, начать им молиться. И тогда вы поймете, что наша жизнь, она во многом зависит от наших взаимоотношений с духовным миром. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!